Дорогие друзья, рассаживайтесь, я буквально сейчас, перед тем, как начать второе отделение, скажу несколько слов, подготовлюсь немножко и вы перейдите дальше. Много вопросов, все-таки конкретно, что является моей основной деятельностью в последнее время. Не песни, песни это хобби, я уже говорил в первом отделении об этом. Хотя хобби очень любимое, и которому я посвящаюсь довольно много времени. Но гораздо больше времени я посвящаюсь сейчас еще двум огромным объемам работ. Во-первых, я, как уже говорил, пишу довольно много текстов для мюзиклов, литовых шоу, музыкальных шоу, перевожу на русский язык. Мюзикл, сейчас в работе сделаю еще два проекта, или в одном. А, кроме того, в сентября месяце я предодаю артурское мастерство на статистике не наградим. На курсе Владимира Просев-Коркина, он у нас, буквально две недели назад, и наши студенты тоже в экзамене. Они прошли его с честью, и я себя чувствую, но и в арене еще и в педагогическом. Я хочу начать второе отделение с необычного номера, прежде чем пригласить на сцену следующего гостя. Я хочу сказать два слова об этом музыкальном номере. Этот музыкальный номер, который сейчас исполнится, принадлежит не вполне моему перу. Я лишь текст писал для него, а музыку для этого музыкального номера, песни Султана, из ледового шоу «Аладдин и победитель огня», которое шло в прошлом году в Лучниках на Льву. Музыку сочинил замечательный композитор Евгений Загод, который вообще-то должен был сегодня все-таки вживую здесь сыграть. Но, к сожалению, он был организованным причином, не мог бы перейти, а черт страшно жалел. И мы приняли решение исполнить этот номер, вот, фонограмма. Фонограмма — это всегда очень ответственно. Потому что ты можешь спиться, а фонограмма не соответствует. Ария Султана Из ледового мюзикла «Аладдин и победитель огня» Считают, что жизнь у Султана похожа на рай неземной. Мол, может, вообще не вставай из дивана, а спокойненько править с тобой. Так жив на диване свой век коротая, Я был бы, конечно же, очень непрочь, Но жизнь у Султана совсем непростая. А что вы хотели, когда отрастает у вас непослушная дождь? Вы Султана так непростая, если все кругом прозвозны, Сам вовсит пила свой нос и выручен заваль. На доле лишь обладаны, интриганы и смутяты, Как же бедному Султану не переживать. Но мне приходится все время все доделывать со всеми. И за что мне это время, рамо не пойму. Вот ни камни не зажег, а мне работу за предмоги, Быстро ловко делать самому. Мудрецы в садах гуляют, и умов не удивляют, Казначей не проявляют, премия в труду. А вентяне звездочок не ошибаются в расчетах, Вместо славы и почетов, несмотря беду. Но стрекруды я привычных, есть снимок необычных. Те, что нужно делать лично, несмотря на сам. Снаю истину одну, я дочь воспитывать родную. Папа мне плену должен сам. Она себя взрослой считает и грезит ночом до всю ночь. Не жмите покоя, когда подрастает у вас непослушная дочь. Не рождь в мире испытания, ибо в деле воспитания Вряд ли кто-то сможет мне помочь. Испательная! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в музыкальных проектах, театральных проектах, есть дома на гастролях, должна была заниматься, а вот сейчас она освободилась. Я говорю, что я не остаюсь пою песню. И она с удовольствием спросилась, почему я не сказала так. Вообще, это, конечно, все большой эксперимент. И у нас часто с Алексеем Игоревичем возникает вопрос, если петь вместе, то что петь вместе, как это делать? Потому что я очень люблю папины песни. Ну, наверное, у нее был вариант. Но я их очень люблю. И часто мне нравятся песни, которые не женские. Ну, они, в принципе, все не женские, потому что они написаны мужчиной. Но вот среди них очень много тех, которые мне нравятся, которые я петь не могу, потому что я девочка. Ну, и мы удивились вообще. Песни, которые мне нравятся, и которые я хоть как-то могу петь. Как-то удивительно получилось. Наши дети выросли. Они выросли совсем другими, не такими, как мы полагали. Но совершенно удивительно. И у них своя компания. И вы знаете, что это удивительно, но вот у нас есть старая компания. У нас друзья из географического футболиста. У нас в общей сложности было и буду собиралась на какие-то праздники человек до сорока. Вот наши дети выросли, у них есть компания своя, которая собирается раз в несколько месяцев. Просто подгрузится. Куда сходить? Кольян? Ну, нет. На праздник? На праздник. На праздник? На праздник. Которые комедии только одно – они дети географов. Но сами больше частью не географы. Ну, то есть кто-то артист. Кто-то географ, закончил тоже Московский государственный университет, а кто-то занимается совершенно другими вещами, но… Вы знаете, среди этих людей, я не знаю, фанатов, вот таких фанатов авторских песен, авторских песен, которые бегут на концерты, которые следят за какими-то авторами, переписывают друг другу другу, на кофе, знаете, какие-то новые песни. Нет, таковых, наверное, нет. Маруся тоже таковой не является. Но вы знаете, за что я благодарен людям, которые когда-то ввели в наш обиход этот жанр, жанр авторских песен. Все эти ребята, все эти учебные паруси, они росли на этой почве. И сейчас, когда они слышат по радио или по телевизору плохой текст, их начинают грымшить, просто реально грымчить. И я считаю, что в этом какая-то заслуга наша есть, и впредь мы будем над этим работать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И родной к тебе попасть хожу, Ловушка вечная моя, Какой я пора ронять! Как будто свальт на площади поставить, Плотают мостовые и бульвары, Все вы войны мелкие исправили, Асфальтовая черная река, Плотают мостовые и бульвары, Плотают мостовые и бульвары, Скоро белые отпечатка в руках, Скоро белые отпечатка в руках. Плотают мостовые и бульвары, Плотают мостовые и бульвары, Плотают мостовые и бульвары, Атеном в углу на столе, И гниги вселенной, Обширным свеченьем играет на шерсти, Сбегая по тьму, им не остаёт трудно Развлеченье завидовать молча ему. Хочется развлечься и уснуть, И закрыть лицо кастом, а не руками Сводить с души тяжёлый и ненужный камень. И во сне покой потерянный вернуть, Но ты нам покой не дала, Нам многим не дано такой свободы. И мы, животные, совсем иного рода, И не у всех ужасно важные дела. Ох, я бы котёнок с тобой поменялся И стал бы котом. Хоть на несколько дней, как ты, И весною по крышам слонялся, Но был бы, пожалуй, немного умней, И уж я бы не бегал с авантиком белым. Поверь мне, он скоро тебе надоест ему, И одна ещё кошка не съела, Ведь кошка бумагу не ешь. Она научится уметь читать во тьме, И как ты, поверь в бантик на лёгке, Быть как ты, Так каким же смелым, хитрым, чёрным, ловким, И как ты, глаза зелёные и мель. Спи, всё пометает на душе, Прикасайся к кончикам хвоста вселенной, Спи, кольцо ночёвый, необыкновенный. Спи во мне, пора лети ловить мышей. Аплодисменты 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 Спасибо. 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 Слава Богу, в мире есть такие сплавы, что вообще не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Кто же знал, насколько крепко все завяжется, ведь порой в разлуке год идет за три. И, конечно, жизнь не так просто, как кажется, а гораздо проще, чем в Москве длить. Ведь для счастья плюс к известным составляющим, что, конечно же, весьма-весьма важны. Выражаясь откровенно, совершенно непременно, друг у друга быть мы все-таки должны. Правда тоже, для чего же, мы не виделись давно, но от времени кино не дешевеет. Я сказал же, что за мной не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Я сказал же, что за мной не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. Все планеты чуть из графика не выделись, коробесно наш сегодняшний парад. Я сказал же, что за мной не ржавеют. Я сказал, что за мной не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют, не ржавеют. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Моя жена сегодня сегодня с утра сообщила, что она прочла в новостях о том, что на дальнем восторге снова после двадцатилетнего перерыва, гордой двадцатилетнего прерыва разрешили отлов «Иваси». «Иваси» 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 Алексеевич, в Ваших книгах «Мастер и Эпоха» помогла очень многим, ну, нашим, так далее, просят по последним годам Ваших выступлений сделать так аналогично. Да, вот я каждый раз в этот творческий перерыв хочу все это писать. Ну, просто он так, но невозможно. Вы знаете, количество приглашений и фестивалей довольно велико, а у меня два недописанных музыкального заказа, один недосочненный мой, сорок грязных сочненной песен, еще и дисксмагенными песнями, о которых мы хорошие стали говорить. Алексей Игорьевич, вот Вы мне ничего не говорите про перерывы. А тут написано так. «Мы примчались, дорогой Алексей, мы примчались из Питербурга, услышав на эфи Москвы, что Вы хотите взять Таймала». Да, это я как раз к Питерам обращался, что я с мамой не приехал, потому что тут все известно. Извините. И спасибо, что приехали. Питера Кінецова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и кончитель остается последний Субтитры создавал DimaTorzok Бородовый мужик подарил мне счастливые виды Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok ни жить, ни свят, ни всегда идти. Если бы и мы, если бы и мы... Если бы и мы, если бы и мы... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Послушайте, это же не я заказывал эти песни, я просто их обобщил, вот мы прям подрядно не будем делать сейчас, Рексибир, мы сейчас покраснёмся, потому что степень эротизма будет возрастать в песне-песне. Стихи, музыка, Георгия Васильева, Ох, не велиц народных опций. Спасибо. Стихи, музыка, Георгия Васильевна, Ох, не велиц народный опыт. Георгия Васильевна, Ох, быть, влюбляться в длинные опыты, их не обнять и не помочь, повёлся с ними, жди беды. Но этой истине старинной наш братцы ныне предаёт, едва зависит, а сильный кривь вперёд, вперёд, вперёд. Ах, это... Да, что мне я не помню, а то, в голове, на тёжбом, и словно ты великий тренинг, и не помню, смеется узкая лонь. Оно, это тиявь, своя сна, а что ты сердце рассказать? И от того, лишь ты себе, что не поможет сердцу вели. И от того, лишь ты, что не помню, смеется, не помню, смеется, не помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы махали. А, да, да. А, да. А, да, 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 да. Вы же заканчиваете Москву. А, да. Ну, продолжаем с первого момента. Мама народная Москва. А, да. 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 Она тебе скажет, как поживает ваш брат. Я эту шуточку, я уже слышал. У меня есть в виду, знаете, какой брат? Который цены не дает. После этой песни нам пригодится, я тебе скажу, познакомьтесь с меня, пожалуйста, с вашим братом. Ну, вы знаете, мы сейчас прям третью подряд песню снили. Кстати, по мере возрастания лодки. Я думаю, что надо сделать перерыв с этой темой, правильно? Да, 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 я перерываю, я прям вам веку. Родина, коль вы собрались наконец-то. Вместе? На сцене вместе? Расскажите про Минпедя. Ну, я здесь включу. Вы знаете, сейчас, когда-то немного про Минпедя. Мы споем песню, которую напомнил Борис Бурдак. Он перед новым годом обычно... Давайте Борис Бурдак. Это, вау, ведущий телеперед, да. Он самый, наверное, типа лопаный знаток, что-то и тогда. У него, по-моему, три хрустальных саду. Борис реально знает все. Он реально знает, какой в 54-м году играл к радиоуправному. Крава. Он такой, просто не все, кто их знает, знает расстояние земли 2 мм, сантиметров. Крава. Он реально знает, что он знает, что у него такой встроенный губок там. Он так... Вы знаете, он перед моим годом обычно посылает друзьям такие небольшие эссы поздравления. В этом году он присылал очень грустное поздравление. Ну и понятно, почему грустное. Потому что у всех у нас настроение не очень. Особенно друзей, которые живут в разных странах. А он, наверное, вы знаете, он одессит. Он живет в Одессе. Вот. И... Я так вздыхаю, не потому что его жалеют. Может быть, он точно так вздыхает о нас. Потому что между нашими странами проливали границы, которых раньше не было. Причем границы уже в головах. После всего, что произошло, эти границы, боюсь, уже в головах на многие годы. Более того, самое ужасное, это не границы между странами. Это границы внутри каждой страны. Что в Украине, что в России. Общество раскололось. Жутко раскололось. Это не раскололось так, что в одной семье люди не могут ругать вам разговорить. Я думаю, что многих из вас посетило это в кое-какую участь. Вы разругались со своими родными или с друзьями. Я не знаю, кто за ховно, но это кошмар, как-то сейчас строится. Вот примерно на эту тему написал Боря Гурта свое поздравление. И говорит, а теперь прикладываю новогоднюю песенку. Правда, говорит, под эту песенку, с какими поделочками, будет не очень весело. Но зато в ней, в нужной дозе, присутствует оптимизм. Вот именно в той дозе, которую позволяет нынешнюю ситуацию. И песенка оказалась нашей. Вот такую нам объявленную песенку мы сейчас будем петь. Вообще, я вам хочу сказать, на любую ситуацию можно взглянуть по-разному. Можно взглянуть по-разному. В любую ситуацию можно взглянуть по-разному. Я на глазах, да, это красиво. Можно просто так, а можно... Все, я не говорю, а сейчас я не знаю. Так, да. Песенка с Борисом. Да, так вот, так вот. Мы сейчас свою песню, которая называется... Мы, как с собой ее называем, «Зелень». Вот это песня «Диалог пессимиста». Так вот, по поводу ситуации. На каждую ситуацию можно взглянуть по-разному. Можно с оптимизмом, можно с пессимизмом. Вот по поводу ситуации, в которую мы все попали, мне вспомнился один замечательный совершенно интернет-мен. Все зависит от точки зрения. Если смотришь снаружи, хопа. Если смотришь из-за руки, видишь свет в конце. Пусть это будет вибрафон. Весер откровительный. Какая пустота Захватывает дух, здесь все порожгло Каким-то страшным драм, здесь небо над землей Летит, как черный пух, здесь вытравлено все Ни в пауне, ни в фон Постойте, как же так? Неужто я да то, уже чего-то съел И путают цвета, и не видится пятно Зеленая насквозь, я ранее была Одна лишь темнота Здесь же был такой пожар, что может сохранить Здесь шел такой огонь, что испарились реки Здесь поросль вышла в прах и все В коренных пни здесь больше ничего Не вырастет вовеки До грязи телескопа, поверьте с вертолета Увидите, что здесь, вот так, без ничего Откуда-то взялось какое-то чего-то Без всяких никаких условий для него Хоть в дождик поливай, хоть в солнышко светит Хоть все вокруг залей питательным раствором Но даже то, что здесь сумеет прорасти Обрыть его насквозь, и очень-очень скоро В связи с небесами, всегда жива здорово И даже если дно, все вшечь и достать Когда-нибудь она зазеленеет снова Хоть сможет нам того уже не увидеть Аплодисменты 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 И тихо воздавал над тем, что педагог не задавал. Без шестерёна и кардана, без всяких митивых причин. И днём, и ночью неустанно наш вечный ум отделю ручит. Он то запрёт, то вдруг упыстит, заветный мысль и дерзкий бед. И никакому лакаристу его не выключить в побед. Чужие мысли, женщины, чтоб анкриботы слышать, Но многие того не признавали. Громили пулк и пара, и нагоняли страх, Уничтожали книги на костра. Без шестерёна и кардана, без всяких митивых причин. И днём, и ночью неустанно наш вечный ум отделю ручит. Без шестерёна и кардана, без всяких митивых причин. Без шестерёна и сует... Без шестерёна и пара, и сует... И самый дикий вздор Снежон нам до тех пор Пора учить гневый водор Без шестерёнок и оралов Без заебрительных плечей Идём и ножку неустанно На швечный бумаге любви Кто за мной тот друг улыбский Заветный искитерский дед И никому отариску И никому отариску И никому отариску Его не выключить вовек Его не выключить вовек АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нам в такое время пришло Нам еще никогда Под этим весом так Ребята, давно мы не были в Самаре, да еще вдвоем И как долго мы еще не будем Но потом, наверное, никогда не говори никак АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Игоревич, если вы уйдете со сцены Кто будет лечить людям депрессии? Георгий Апап! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Медицина Медицина вам в помощь ЕГО ИГО НАПРАНСКОЙ ПОЛИТ Я говорю, Алексей Ильич, сейчас пою песню Он говорит, что я должен сесть Потому что я там начинаю работать, а я там играю, что-то должен быть. Дело в том, что мы в Порзе с Алисей Ильичем продолжаем писать, но он еще в жанре пакетской песни по-прежнему, а я перешел в детскую. Поскольку я занимаюсь мультиками, но поскольку время занимался мультфильмами, я продюсер известного среди родителей сериала «Фиксика». К этому сериалу мы сочиняли довольно много детских песенок, которые называются «Фиксика». Причем не только я сочинял, сочинял большой третий автор, около десяти разных композиторов и поэтов. Сейчас этих песен больше тридцати, около тридцати. Мы сейчас с Алисей Ильичем быстренько перед концертом перед этим разучили одну из последних пиццебелок. Она еще не записана, ее еще нет в интернете. Ее записала девочка. Но еще пока на интернет не выписали. А девочка я записала, потому что это женская песня. Сейчас парфюр девчонца тут и... Постоянный оговор, что в последние двадцать лет я так помню. Вот, чтобы никуда не вернуть. Никогда. Парфюр девчонца исполнит Григорий Натыч, а я спою там парфюр города. Потому что там очень простое слово. Ну ладно. Вы его похватите сам. К истории. Я, занявшись детскими песнями, я решил прости в секрет. В чем же секрет хороших, добрых детских песен, которые... Детские стихотворения, стихотворения, которые любят взрослые дети, которые... Родители... Которые... Родители с удовольствием читают своим детям. Родители учат. И потом их хор рассказывают. И все вместе рассказывают. И своим детям, и внукам. В чем секрет? Таких вот добрых стихотворений. В том, что... Каждое из этих стихотворений, каким бы коротким оно ни было, оно заканчивается трагическим. Меня, кстати, сегодня поразило... Наша Таня громко плачет, Уронила речку и отчет. Таня не плачет. Таня не плачет. Не утонет. Утонет. Или там покатать, когда в машине. Помните, да? Кот кататься не привык, а прокинул грузерный. Идет бычок качается, вздыхает, выходил. О-о-о. У нас окончается. Заметьте, не какого-то где-то. Сейчас я не абортурую. Да не важно, Америка. Это Советский Союз. А? Он не абортурует. Или... Зайку бросила хозяина. Знаете, возьмите что-нибудь возьмите. Уронили Мишки на пол. Оторвали Мишки на пол. Кошмар, да? Все равно я ему брошу. Вы знаете, трагинка? Ну что, неважно это? Ужас. 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 Убил меня, что-то знали. Ну, собственно, я просил этот секрет. И решили, что здесь есть, что здесь хотели. Вот так. Я не успел их учить, но это слово. Я выучил. И сами буду его отпускать. А у меня не стада была вообще? Да-да-да. А до конца не стадочкой? Блин. У меня, кажется, не водку. Ну что-то… А я там дома выйдет, ну, знаете, вот. Я его любила, я его любила, я его любила, как родная мать. Я его любила, я его любила, как родная мать. Я его любила, я его любила, как родная мать. 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 Гениальный куплет спалём хором. Я вас сейчас научу. Смотрите. Жизнь умчится, как жизнь умчится... Я вам покажу. Жизнь умчится, как жизнь умчится... Снемет нас на строчке... А, сейчас. Я вас учу. Прошу. Сейчас, сейчас. Мы с вами разучим, а он задумит уже. Разница. Жизнь умчится, как вода. Снемет нас на строчки... Не вернутся никогда. Внешние девочки... Жизнь умчится, как вода. Снемет нас на строчки... Не вернутся никогда. Тогда... Внешние девочки... Отлично! Очень хорошо. Вы еще не поете. Я надеюсь, это будет теперь проще. Тогда Алексей будет... А не мои колецельщик, на кого? Поехали. 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 Вновь! Вновь, как я не какое-то... Им пришло убиться ты. В добром ветер станет она, Без рассудства молодых, Жизнь учится, как мода. Смерть и разосрочный Не вернуться никогда. Вежливые девочки Жизнь учится, как мода. Смерть и разосрочный Не вернуться никогда. Вежливые девочки Моя вечерка свинит. Скоро осень подойдет, И тебя применит. Друзчик сочистит с тобой, Вплоть за шаг, не втой засохнет. Опаси и слоен путь. Сердце детское знакомит. Вновь идет неделю путь. Жизнь учится, как мода. Смерть и разосрочный Не вернуться никогда. Вежливые девочки Жизнь учится, как мода. Смерть и разосрочный Не вернуться никогда. Смерть и разосрочный Столько недов молодых Столько лет свекло Самой важной уездник. Друзчик скурится в городок Столько не вернуться. Агромет и разосрочный Столько лет свекло Не вернуться и разошнет. Субтитры подогнали Симон. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я очень не люблю коричневые брюки У них постится за и так напрямую За что же мне любить? Коричневые брюки Тут я и не люблю коричневые брюки И в целом не люблю коричневых штабов То ненависть свою сумею превозвучать На делью в стеке полоскавую погруз И выйдут не гулять сегодняшнюю ночью На танцу не приду и детки всех помыть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.